В понедельник в Ивановском музее промышленности и искусства презентовали новую книгу. Называется издание «Первая мировая. Война и миф». Это детище сразу трех российских музеев – Бурылинского в Иванове, Рыбинского музея и Музея национального искусства в Коме. Два последних поделились фотографиями из своих фондов. Наш музей предоставил печатную графику. Получилось что-то вроде каталога о самом грандиозном конфликте начала 20 века. Наш музей представлен в этом проекте уникальной коллекцией печатной графики, плакатов, которые собирал Дмитрий Геннадьевич Порелин. На собрании музея около 450 листов. В книге представлены наиболее интересные, наиболее редкие, где-то 173 изображения. Книга издана в рамках программы «Первая публикация» Благотворительного фонда Потанина. Бюджетные средства на это не тратились. Уникальное оно не только потому, что давно не выходило у нас такой безупречной географической продукции. Книга издана в Италии. Прекрасные издания. Просто приятно поддержать. Многие материалы публикуются впервые. Исторические факты тесно переплетаются с мифом. Разграничить правду и вымысел помогли архивные документы и фотографии Гороховского пехотного полка, хранящиеся в музеях Рыбинска и Коми. Как менялось отношение к этой войне, как война, скажем так, переходила в какие-то мифы, которые вот как раз получили свое отражение в лубках, в хромолитографиях, которые собирал Дмитрий Геннадьевич Горрин. Книга только вышла, но ее уже называют раритетной. На всю страну только тысячи экземпляров. Все они разойдутся по российским музеям и библиотекам. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.